здравствуйте дорогие друзья с вами компания кровь монтаж и я мороз алексей в этом видео я расскажу о наиболее популярном на данный момент в россии кровельном материале это металлочерепица как правильно выбрать по каким критериям о характеристики металлочерепица какие бывают профили сколько стоит качественный материал расскажу о технологии монтажа и на что очень важно обращать внимание это видео будет полезно для тех кто не хочет потерять свои деньги и время потому что человека всегда интересует как минимум два вопроса заявленные характеристики товара и цена стоимость но еще и третий вопрос соответствует ли одно другом металлочерепицу придумали в швеции на рубеже 70-х 80-х годов известная компания ранила и этот материал быстро стал популярным пришел в 90-е таки в россию когда я начинал работать по кровле в 90-х годах из швеции из филляндии ехала черепица в течение трех-четырех недель мы ждали производилась она только за границей но это время прошло сейчас на рынке масса отечественных производителей покупателю становится сложно сделать выбор среди прочего много некачественной металлочерепицы которые через год через два облучивается облазит краска ржавеет и приходит негодность через два года это выкинутые на ветер деньги и так начнем с преимуществ металлочерепицы это тонколистный профилированный металл который в сравнении натуральной черепицы или там с керамической в два раза дешевле монтаж относительно простой доступен обычному рукастому мужику металлочерепица легкая и и легко транспортировать складировать поднимать легко поддается ремонт удельный вес на квадратный метр составляет около пяти шести килограмм для сравнения у керамической черепицы 38-40 килограмм а у шифера 10-15 на тот же квадратный метр она достойно красиво выглядит широкий выбор цветовой гаммы можно выбрать любой цвет хоть малиновый теперь о минусах у металлочерепицы есть ограничение по монтажу она годится не ко всякой крови чем проще кровля тем лучше для металлочерепицы чем сложнее кровли архитектурно много там ендов углов поворотов скатов металлочерепицы то не любит все-таки это профилированный металл который закручена саморезами и угол наклона по рекомендации производителей от 15 градусов от себя добавлю я бы и 17 не делал бы повышенная шумность но здесь я хочу обратить внимание что монтаж металлочерепицы тесно взаимосвязан с монтажом тепло и звукоизоляция которая минимизирует этот эффект повышенный расход материала на сложных участках крови потому что любой производитель будет продавать вам целые листы никак не срезанные косо монтируя на сложную кровлю вы получите кучу обрезанных треугольников за которую же вы заплатили подверженность коррозии особенном подвержен коррозии оцинкованный лист с малым количеством цинка в граммах на квадратный метр те места где были произведены срезы необходимо подкрашивать сопутствующим материалом для металлочерепицы является пресс-шайба саморез с резиновой шайбой если резиновая шайба придет негодность или разрушится туда потечет водичка скажу пару слов о производстве металлочерепицы металлочерепицы изготавливается из тонколистного металла толщиной 0 5 миллиметров с защитным полимерным покрытием различных цветов производство металлочерепицы осуществляется на специальных полностью автоматических линиях путем профилирования методом холодного давления сначала прокат проходит через систему профилированных роликов создающих волнообразный профиль после этого холодной штамповкой формируется поперечная волна именно благодаря данному виду штамповки металлический лист приобретает форму черепицы в основе металлочерепицы заложен обычный оцинкованный лист долговечность металлочерепицы напрямую зависит от качества сырья и от класса оцинковки толщина должна быть не менее 0 5 миллиметров то он бывает 0 45 0 3 но для дома для построенного проживания толщина металла должна быть 0 5 миллиметров второе это наличие цинка в граммах на квадратный метр оцинкованный лист делятся на три класса цинкования третий класс это вес цинкового покрытия от 80 до 140 грамм на квадратный метр такую металлочерепицу не рекомендуется использовать для жилых зданий трой класс цинкования вес цинкового покрытия составляет от 140 до 180 грамм цинка на метр это средняя по качеству металлочерепица и первый класс цинкования от 180 грамм цинка до 275 гарантия на такой класс металлочерепицы может доходить до 50 лет далее что нужно знать это наличие грунтовок и само покрытие от которого зависит стойкость и насыщенность цвета приобретаемые металлочерепицы в качестве защитно-декоративного полимерного покрытия используют три основных вида это полиэстеровые наиболее распространенные у нас в россии гарантия достигает до 15 лет второе полиуретановое покрытие это так называемый пурал где достигается гарантия до 25 лет и поливинил дэнфуторин характеризуется очень высокими параметры устойчивости к мех повреждениям и не боится многократных циклов перехода через ноль если вообще упростить то на данный момент наша компания рекомендует два вида покрытия если клиент хочет немножко сэкономить без потери качества то рекомендуем полиэстер который обойдется в районе 500 рублей за квадратный метр если хочет повышенную гарантию и качество то это будет пурал уже в районе 700 рублей но на рынке при желании можно найти металлочерепицу и за 200 рублей но братья ее не рекомендую боже мой меня уверяли что это краситель дает радикально черный цвет контрабандный товар всю контрабанду делают в одессе на дерибасовской улице помните главное порядочный производитель он оставляет маркировку она расположена на внутреннем листе металлочерепицы которая идет в нахлёст в данном случае толщина 0 5 цинка 275 грамм пурал мат гарантия 20 лет уважающий себя производитель он не будет спорить если поступила рекламация когда партия бракована что-то испортилось вот этот паспорт еще выбирайте проверены поставщиков и тех которые пекутся о своем имени и репутации еще есть такой важный момент она продается листами стандартных размеров как например в леруа либо можно заказать у производителя под вашу кровлю именно в размеры преимущество цельного листа в том что нет горизонтальных стыков второе меньше отходов но при этом необходимо будет вызвать замерщика на вашу кровлю еще металлочерепица классифицируется по профилям по внешнему виду существует пять основных видов профилей металлочерепицы самые распространенные это профиль монтерей высота волны 14 миллиметров шаг черепицы 350 миллиметров сюда же можно отнести супер монтерей classic макси каждый производитель там называют свою металлочерепицу по-разному но внешне они одинаковые следующий профиль так называемый кантри и либо адаманты более похожи на средиземноморский стиль высота профиля больше третий профиль так называемый квинта где на гребне волны находится канавка которая придает прочность всей конструкции четвертый вид профиля это камея или арморию более такой профиль с претензией на похожесть на натуральную черепицу пятый вид профиля металлочерепицы каскад глядя на структуру профиля вызывает ассоциация плитка шоколада отдельно я хотел бы выделить такую металлочерепицу как испанская дюна это металлочерепица внешне выглядит как монтерей но производитель заявил как бы я убираю все саморезы напрочь сверху металлочерепицы здесь будет скрытые крепления она будет крепиться как бы в зацеп саморезы будут находиться внутри но листы металлочерепицы стали по полметра монтаж стал крайне сложен и неудобен при этом фальцевой кровли или супер надежные от протечек и тоже назвать нельзя бриллианты саморез с головкой под 8 их нужно крепить только под волной сантиметр 2 от волны как видите металлочерепица сделано ступенькой вот здесь идет прилегание к обрешетке обрешетка должна по осям быть 35 сантиметров обрешетка находится в этом месте здесь пустота под металлочерепицы если закрутить сюда саморез 28 он плотно не будет прижимать а плотно будет прижиматься саморез именно внизу вот это меня вообще расстрою где саморезы должны быть по металлочерепицы красивая металлочерепица саморезы под волной их даже не видно вот станешь забор их не видно разве так металлочерепицу стиль реально вот сюда будет вода течь да никуда не будет потому что не ты делал не твои ребята металлочерепицу резать болгаркой категорически запрещает оплавляется защитный слой до сантиметра полиуретановое покрытие сгорает для этого существуют специальные инструменты спасибо только так при покупке комплекта металлочерепицы на ваш дом как правило 30 процентов будет составлять доборные элементы перечень их большой зависимости от конфигурации вашей кровли карнизный свет устроен из капельник конденсата карнизной планки металлочерепицы и обеспечивается вентиляция и наличие гидроизоляции будь то это мансардная кровля или холодный чердак неважно гидроизоляция должна присутствовать при металлочерепицы например наша фирма кров монтаж гарантии вам не предоставит даже если клиент скажет что я обойдусь без гидроизоляции почему потому что металл конденсируют под коньки и подвальмы рекомендуется устанавливать аэроэлемент конька долговечность вашей кровли зависит не только от качественного материала сырья и так далее но и правильного монтажа исполнении всех технологий если вдруг у вас нет времени вникать во всю суть во все вопросы контролировать рабочих то мой совет обратитесь лучше к профессионалам например компания кров монтаж работает в кровельном бизнесе более 20 лет за это время наши специалисты изучили все аспекты кровельного отдела с вами был мороз алексей компания кров монтаж с уважением пока